Три танкиста и собака. Здравствуйте. Здравствуйте, Наташа. Все, приготовились? Мотор. 1, 2, 3. Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас второй сюжет, который мы снимаем в саду у Малки Лоренс, журналиста, блогера, защитника женщин. И теперь я не могу даже сказать начинающего садовода. Здравствуйте, Малка. Молодого фермера. Да. Собственно, да, я смотрю, что вы продолжаете начать наше дело, причем с большим вкусом. Вы какие-то растения пересадили, какие-то докупили и чуть-чуть расширить вот эту вот идею с помощью этой ромашки, увеличив цветничок в объеме. Посмотри, какая жизнь, да, сколько шмелей, бабочек. То есть это... Да, они бьют ключом. Что значит биоразнообразие. Да. Мы способствуем увеличению поголовья пчел. В общем, да, три хотим мы сделать сегодня вещи, успеть. Во-первых, пересадить крушину, которая что-то там у нас немножечко заскучала. Она не заскучала, она заскучала без компании, ее просто не видно. Вот да, мы дадим ей, собственно, компанию. Но кто знал, что эти вырастут такие большие, правда? Да. Во-вторых, уберем калимеру в более место, где ей будет хорошо, и она где не будет притеснять других. А в-третьих, я привез для вас небольшие подарки. А-а-а, подарки! Да. Малка, слушайте, ну, в прошлый раз всех совершенно возмутила ваша фраза, что выращивать еду бездуховно. Но я смотрю, вы немножечко... Это мое убеждение, нисколько не поколебалось. Своё отношение? Я просто увидел, что у вас там завелся небольшой маленький декоративный огородик. У нас там пряные травы, это не еда. Сельдерей. Духи не одежда, сельдерей не еда. Капуста. Пряная трава капуста? Это декоративная капуста. Ну, если мы уже похоронили вашу репутацию, то давайте не будем стесняться. Во-первых, кейл. Про кейл может хорошо сказать Наташа. Это кейл, Наташа. Да, это кейл, это такое достаточно модное нынче растение. Это модное кейл. Съедобное. А то, что он весь в дырочку, это окей? Это говорит о том, что он съедобный. Да, он съедобный, он у вас будет расти, листья будут гораздо больше, они будут вот такого интересного бордового цвета. Ну, на самом деле, это абсолютно декоративное растение. Это абсолютно декоративное растение. Но при этом оно съедобное, но никто не будет заставлять вас его есть. Но когда у меня кончится свинина, я знаю, что делать. Да, да, да. И, во-вторых, да, к вашим пряным травам тоже достаточно неизвестное... Какое изящество! Это кермин. Прекрасный запах. Понюхайте, какой аромат, мне кажется, такой, как... с каким привкусом я забываю, что такое овощное. В детстве помнишь, когда там от кашля, микстура? Да, да, да. Что-то такое полтожее, да, сладковатое? Солодка. Что-то, ну, это не солодка. Мне кажется, фенхель. Может быть, и тут и фенхеля немножечко... Нет, это лакрица. Растение, за которое я всю зиму топил, мы сняли отдельный ролик, который практически у нас нигде не найти. Очень редкое, любимое мое. Да, геления трехлистная. К сожалению, она сейчас уже почти отцвела, но это восхитительно большой, объемный куст с такими летающими маленькими цветочками-бабочками на кончиках, кружевной, для всей этой вашей нововолновой истории. А у вас наимоднейший цветник. У меня наимоднейший цветник. Очень долго на одном месте, без пересадки. Я не могу сказать, что он очень быстро разрастается, но дайте шанс, это будет действительно украшение цветника. Легко уходное. И главное, что осенью у него будет сумасшедшая оранжевая окраска, что дополнительно декоративно будет. Вау. Да, и это новый достаточно сорт Монарды. Да, это новый сорт Монарды. Монарда гибридная. Монарда довольно хорошо известное растение. Слушайте, я его очень люблю. Дай понюхать малкий листик. С удовольствием. А можно и цветочек понюхать, между прочим. Да, да. Я, как человек бездуховный, использую это в чай. Но тем не менее, у меня есть четыре сорта разного цвета и разной высоты. И мне кажется, что это растение, во-первых, тоже очень малоуходное, хорошо зимующее, стабильное, долгоцветлющее. И будет подходить к цветнуку, да. Да, все пчелы и бабочки перейдут с вашей замечательного Верони Каструма, мне кажется, на Монарду. И я смогу полоть, я смогу наконец полоть. Я не полю, потому что пчелы. Да. Наконец-то, наконец-то. И модный цвет фуксии. Давайте будем считать, что это фуксия. Да, практически это цвет фуксии, да. Все правильно. Есть еще розовый, есть фиолетовый, есть встречается даже белый. То есть, если, да, я понял, что вы влюбились в котовники и шалфеи. Да. Ну, мне кажется, что Монарда может с ними вполне посостязаться. Да, она будет хорошо поколевать. Нет, она замечательная совершенно. Она с ними будет дружить. Она прекрасно пишется между дербенником и котовником. Все, так что, ну что, выдайте мне инструмент. Лопату под названием. Да, и мы начнем с Наташей лопатить. Да. Творить. Лопатить. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я бы не сказала, что это все-таки нововолновой сад Я бы сказала, что это все-таки сад легкого ухода Уведения Да А одну другому мешают? Мне кажется, нововолновой он и должен быть легкого ухода Ну, это все-таки не совсем, нет, но там немножко другие принципы Здесь, ну, какие-то растения пересекаются, может быть Ну, давай все-таки, вот спросим Малку Малка, как вы считаете... Это нововолновой сад? Нет, это по уходу сложно или... Нет, это по уходу вообще нечего делать, я могу всем зрителям это подтвердить, потому что я не тот человек, который любит вообще вставать с кресла Ну, это если уж я говорю, что это легко, это значит, что здесь вообще нефиг делать Я могу сказать, что я в этом месяце, в этом сезоне последний раз полола в середине июня То есть я немножечко полола, пока не проснулись посаженные растения И когда там буйствовала, значит, эта нечисть Вот тогда прополка была каждую неделю Сейчас прополки нет вообще как-то ховой Ну, потому что все разрослось Да, в связи с экстремальной погодой, да, очень много полива, но полив это не работа Полив это положить шланг и идти чай пить Отдыхать Да, но это важно для наших зрителей И поэтому, я думаю, список всех растений, которые у вас так хорошо себя чувствуют без дополнительного ухода То есть вы их один раз пропололи, грубо говоря, и один раз покормили Я их прополола много раз до того, как они набрали массу Но здесь еще, понимаете, в чем дело? Мы же добавляли землю новую, да, соответственно, там тоже был какой-то банк семян, которые проросли Естественно, это нормально, да И в новой земле был банк семян, и в старой земле был банк семян Семян, когда они суммировались, банк наросли проценты Слияние банков Поэтому это нормально, на следующий год будет легче То есть, естественно, сорняки были, потому что сорняки начинают свою жизнь задолго до того, как просыпаются приличные люди И очень важно в это время их не упустить, а всячески угнетать и курощать Ну, почти как с людьми Примерно, да, примерно то же самое происходит в браке, девочки То есть, если в начале сезона все это неутомимо истреблять, то практически весь сезон ты будешь сидеть в гамаке Ну, в общем, подытоживая эту беседу и проделанную работу, мне кажется, что три составляющих успеха хорошего ландшафтного дизайна, организации пространства и зеленого уголка Это хорошее растение, хороший ландшафтный дизайнер и прекрасный хозяин, который сможет обеспечить всему этому достойный уход И, собственно, да, следуя правилу, не навреди, продлевать заданный стиль, не нарушая его никакими другими растениями, которые могут, в принципе, это все испортить На этом, зрители, мы с вами прощаемся Надеюсь, что вам было это все полезно, интересно И вы сможете при желании что-то подобное уже повторить своими руками, опираясь на наш замечательный с прекрасными дамами опыт Спасибо, всего доброго Всего доброго Спасибо, всего доброго Спасибо, всего доброго